Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Биловская. Газовая атака. В Днепропетровской области люди задыхаются и болеют из-за горящей свалки. Почему власти бессильны? Маски сорваны. Британская полиция показала фото отравителей из Солсбери. Кто они? Сами виноваты. Венгрия сделала резкое заявление о терактах в ЕС. Чем может закончиться противостояние Будапешта и Брюсселя? Не успели вернуться, как уже наработались. День антитрудолюбия был сегодня у народных избранников. Утвердили разве что одно постановление, на остальное традиционно не хватило голосов. Зато в кулуарах обсуждали многое. Когда же согласуют новых членов Центра избиркома и изменят конституцию? Версии и доводы нардепов выслушала Елена Зорина. Сессия новая, привычки старые среда в парламенте. Традиционно день полупустых кресел и в новом политическом сезоне нардепы менять ничего не стали. На табло 329 зарегистрированных по факту под куполом гораздо меньше. В повестке дня ратификации. Главное и основное будет уже на следующей пленарной неделе, говорят в пропрезидентской фракции. Это изменения в конституцию. Уже законопроект зарегистрованный в парламенте. Он расписан на соответствующие комитеты. Сейчас планируется заседание комитетов, планируются все процедуры. Я считаю, что уже на следующей пленарной неделе в сессийной зале парламента будет первое голосование. Я уверен, что мы имеем уже даже на это первое голосование больше, чем 300 голосов. Сначала проект депутаты должны направить на рассмотрение конституционного суда, лишь после возвращения документа проголосовать в первом чтении, а утвердить окончательно уже на следующей сессии. Однако, несмотря на убеждения в оппозиционном блоке, поддерживать документ не собираются. В самопомощи, к примеру, еще думают. А вот радикалы уже написали свои изменения в основной закон. Предлагают закрепить в документе землю за селянами, чтобы не дать ее отнять, если разрешат продажу. Влада, или это через требования Международного валютного фонда, вместо чергового кредита, или использующие решения Европейского суду о правах человека, пытаются в любой способ протягнуть рынок земель. Что такое рынок земель для Украины? Это обезземеление селян. Мы зареестрували изменения в Конституции, чтобы основой аграрного строя Украины было фермерское хозяйство. Ставка на одного особняка, на фермера, на маленькие семейные фермы, а не на латифундистов и транснациональных корпораций. Вопрос ближайших недель – новый состав Центра избиркома, уверяют в пропрезидентской фракции. Там накануне даже говорили, что готовы пожертвовать одним своим кандидатом ради достижения консенсуса. Коллеги по коалиции, Народный фронт делать то же самое не спешат, но еще решают. У нас есть определенная количество претендентов, и на один претендент больше кандидатов. Мы должны выйти от всех фракций. Это вымога так же международная, что все фракции должны быть представлены в ЦВК. Выйти с списком, закончить любые игры на околе, кого мы пропустим, не пропустим. Оппозиционеры настаивают на справедливом разделении портфелей. Вместо одного хотят двух своих кандидатов. На другой состав комиссии не согласятся ни при каких условиях. Это с самого начала, на самом деле, ставят под вопрос будущий выбор. Это на самом деле, оно будет нелегитимное, все будут это понимать, что оно является просто органом, который полностью зависит от президента и от Народного фронта. Мы не входим в никакие кулуарные домовленности. У нас третья по чисельности фракция. В кулуарах поговорят, из будущего состава Центра избиркома могут исключить еще одну кандидатуру от радикалов. Хотя официально в коалиции это не подтверждают. Но вполне вероятно, что решение кадрового вопроса ЦИК, как и летом, может затянуться. Если бы они были сегодня готовы, я думаю, что это вопрос вынесли или в вторник, или в четверг. Мы видим, что по переднему порядку день, но в четверг этого вопроса нет. А это означает, что торги и продолжаются. Сегодня депутаты тянуть не стали. Разошлись досрочно. На полчаса раньше приняли аж одно постановление о праздновании столетия со дня провозглашения акта объединения ОНР из ОНР. Для других проектов голосов попросту не хватило. Уже завтра обещают поработать плодотворнее, заняться вопросами безопасности и обороны. И официально изменить приветствия для военных. На слава Украине, героям слава. Елена Зурина, Ксения Барвиненко, Василий Миновщиков и Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. На Волыне третьи сутки протестуют горняки. Около 200 человек. Шахты Нововолынская с понедельника не спускаются под землю. Они требуют выплатить зарплату за два месяца. Это около 5,5 миллионов гривен. Рассчитаться руководству предприятия Волынь-Уголь обещало еще до Дня Шахтера. Это 26 августа. Но по сей день деньги так и не выдали. Сегодня горняки устроили пикет возле здания администрации шахта. Они не понимают, почему с ними не рассчитываются. Сейчас на складах находится более 7 тысяч тонн угля. Но его никуда не отправляют. Хотя продав его, можно было полностью покрыть долги. Продолжение следует... Шахтеры, чернобыльцы, афганцы из-за нерешенных проблем этих людей министру соцполитики Андрею Ревик грозит отставка. Вопрос о его увольнении подняли на заседание профильного парламентского комитета. По словам исполняющего обязанности главы комитета Сергея Каплина, каждый день к нему поступают тысячи обращений от украинцев. Люди жалуются на задержку выплат и трудности с получением субсидий. Провели заседание по запросу народных депутатов, в том числе и от оппозиционного блока. При этом Андрей Рева на эту встречу не явился. В какой цивилизированной стране, которая сделала европейский выбор, после такой заявки, такого ставления до шахтера, до чернобыльца, до афганца, может остаться на посаде министра социальной политики? Вот, может быть, это квинтэссенция всей поведенки, ставления до человека с боку министра социальной политики. И скажите, какая доверия до влады может быть в принципе, до социальных институтов в уряде? Пропоную открыть дискуссию с приводу доброчесности министра, его профессионности. Довели до сегодня фатального состояния пенсионный фонд и то, что творится программой переселенцев, защитой мирных людей, пострадавших от войны. А пиком, я считаю, всего этого, решение правительства по инициативе министерства социальной политики, новое постановление, порядок начисления субсидий. Моя постанова «Звольнение Реви» стосовалася одного из блоков, за которые отвечает министерство. Это блок «Забеспечение и защиту прав детей». Семь миллионов детей избавлено будь-якой уваги и вчасного защиту в разе выникнения проблемы. И отставки еще одного высокопоставленного чиновника требуют нардепы от премьера, а еще один сам сегодня подал заявление. Обо всем этом стало известно на заседании Кабинета министров. Все подробности узнаем от Любови Куклы. Мексиканский сериал, так премьер Владимир Гройсман, назвал страсти между Минздравом и Комитетом. Ведь там проблем не сосчитать, а страдают обычные люди. К примеру, взять только программу «Доступные лекарства». Но доступны ли они на самом деле? Люди приходят в лекарню, им выписывают дорогущие рецепты, говорят, что в наявности то, что нужно придбать. К говорят, что в наявности таких леков нет, а у человека нет возможности проверить, они закуплены или не закуплены. Но все это только цветочки. Денег не хватает на глобальное, на онкобольных. Вчера пациенты пришли к парламенту, чтобы депутаты сегодня пришли в Кабмин. Требуют уволить первого зама Ульяны Супрун-Ленчевского. Первая треба – это освобождение первого заступления. Другая треба – перепрофилировать, негайно перераспределить в Министерстве охороны здоровья те деньги, которые закладены в бюджете на развитие трансплантации и которые Министерство охороны здоровья не использует за потребой. Выкористить их на негайное решение проблемы лекарства онкохворых людей за кордоном. Гройсман сразу заявил, требует публичный отчет Минздрава в Верховной Раде. Но они медицина единой. Говорили и о строительстве. Украинские нормы не просто хромают. Мы живем в 21-м столетии, а нормы будильные застосовываются еще за радянских часах. Я думаю, что мы часто чуем, а и видим на собственные очи, что начебто идет новое будильство, начебто оно строится за достойные или высокие деньги. Ну вот на самом деле все довольно примитивно и напоминает советское время. По словам Гройсмана, украинцам за все годы независимости до сих пор не удалось изменить нормы строительства. Мы хотим устроить комфортное средство в местах, селищах, в громадах, чтобы те, кто проектует будильные, споруды, они это делали так, как это делается в цивилизованных краинах света, как это делается в Европе. И это должно быть комфортно, эстетично и качественно. Но заседание Кабинета Министров пришлось срочно прервать. Причина – увольнение главного фискала страны Мирослава Продана. Чиновник написал заявление. Питание проведения конкурса на позицию главы Державной Фискальной Службы. Сегодня урядом принято решение про начало и оголошение такого конкурса. Премьер-министром доручено распочатать процедуру по проведению такого конкурса. В связи с тем, чтобы не было конфликта интересов, в выкладывающем обовязке главы Мирославом Проданом принято решение про освобождение за властным божением. Уряд – это решение, поддерживая. Кто официально возглавит фискальную службу, будет известно лишь после конкурса. Пока же премьер представил очередного исполняющего. Любовь Кукла и Сергей Ведмить. Подробности. Телеканал Интер. Сразу после заседания правительства Владимир Гройсман официально представил нового руководителя в ГФС. Им стал Александр Власов, который ранее возглавлял подразделение «Фантом» на Донбассе и Одесскую таможню. Премьер также поблагодарил Мирослава Продана за работу, поддержал его отставку, поскольку вскоре он также примет участие в конкурсе. Уряд сьогодні принял решение о поклонении обязанностей головы ДФС Украины на Александра Власова. Колишний руководитель спецподраздела «Фантом», который больше двух с половиной лет был в зоне антитеррористической операции, знает, что такое боевый дух, знает, как сегодня нелегко знищивать те схемы, які ще донедавна були достатньо вражаючими по відношению до державного бюджету. И еще одно распоряжение Кабмина. Правительство решило повысить цены на спирт. Алкоголь станет удовольствием недешевым. В среднем ликероводочные напитки подорожают более чем на 15%. Теперь цены на водку будут сортовать от 90 гривен. Примерно во столько же обойдется шампанское. На 12% подорожают ром и виски. Их украинцы смогут купить не менее чем за 300 гривен. Вырастут цены и на вино. Дешевле 42 гривен его уже не найти. Но настоящий ценовой рекордсмен – это коньяк. Цена на него увеличится на 12-30%. В городе Смело Черкасской области активист собирается подавать в суд на местных перевозчиков. Владельцы маршруток самовольно с 1 сентября подняли стоимость проезда на 50 копеек, несмотря на то, что горысполком им отказал. Каковы шансы отменить это подорожание, выясняли наши корреспонденты. Даже в обеденное время на остановках людей хоть отбавляй. Пассажиры жалуются. Маршрутки ходят как заблагорассудится. Точного графика нет. Техническое состояние ужасает. Водители хамят. А вдобавок к этому с 1 сентября подорожал проезд с 4,50 до 5 гривен. Жители Смелый перевозчики готовили к повышению месяц. Во всех маршрутках развесили объявления. Но полной процедуры предприниматели не прошли, уверяет активист Илья Слободянник. Исполком заблокировала решение, хотя владельцев маршруток это не остановило. 70-ти тысячный город обслуживает 3 компании перевозчиков. И все одновременно повысили стоимость услуг. Схема отработана, говорит активист. В начале 2017-го, точно так же без решения исполнительного комитета, они подняли цены на билеты с 4 гривен до 4,50. Тогда предпринимателям это сошло с рук. Своё самоуправство перевозчики объясняют финансовыми трудностями. Мол, всё дорожает, а тариф в 5 гривен убережёт предприятие от банкротства. Но разрывать договор с перевозчиками местные власти не спешат. Мэр хоть и считает, что предприниматели поступили незаконно, другого выхода не видит. Таких возможностей на данный момент у нашего города нет. Сегодня открывали огонь уже 11 раз. Нашим армейцам приходилось стрелять в ответ. Одна из горячих точек это Светлодарская дуга. Там сегодня работал Геннадий Вивденко. Но за эти двое суток пришлось всё-таки погашать огневые точки противника из автоматов, признаётся офицер Ярослав. Враг предпринимает в основном стрелковые атаки в этом районе чаще в тёмное время суток. Наши солдаты предполагают, возможно в траншеях с той стороны состоялась двухнедельная ротация. Сейчас боевики настроены более агрессивно. Снова начали прострелы из стрелкового оружия. Где-то более целенаправленно была стрельба, где-то просто это чувствовалось, что это прострелы одиночными. Можно сказать, хитро поступают, тихо-тихо-тихо. А потом приходы, там РПГ у них, там копейка работает, напряжёнка она есть. Противник пытается прощупать наши силы и нагло демонстрирует своё присутствие. Однако закалённые украинские воины иронично называют такую боевую обстановку почти перемирьем. Если ранее Светлодарская дуга проходила по сводкам штаба ООС как одна из самых горячих точек фронта на Донбассе, то теперь сейчас противник здесь немножко поутих. Однако с той стороны всё время слышны сильные разрывы. Интервал 15-20-30 минут. Враги роют новые окопы. Боевики взрывают каменистый грунт с той стороны, чтобы не работать лопатами. Это обычно ведутся инженерные работы. Вот мы видим эти взрывы, пыль. Ну то есть вот такая же почва у них, они окапываются там и так далее. Наши солдаты тоже не спят. Донецкая степь, температура всё ещё выше 30. Днём, пока затишье, набивают мешки землёй и сланцем для укрепления своих блиндажей. Вы сами видите, какой грунт. Один камень. Технику себе подогнать можно, какой-то асперватор, что-то такое. Нежелательно, потому что, хоть расстояние великое, но звук чути. Может попасть. Геннадий Вивданко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и прекратить боевые действия на востоке Украины. С таким призывом к России снова обратилось посольство США в Украине. Соответствующее заявление опубликовали в твиттере этого диппредставительства. Среди прочего отметили, что несмотря на то, что Минским соглашением сегодня исполняется 4 года, агрессия Москвы в Украине не прекратилась. Процесс обмена пленными заблокирован. Представители России во время минских переговоров отказались забирать своих граждан из украинских тюрем в обмен на политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченная президента по регулированию ситуации на Донбассе Ирина Герасченко. Российская сторона заявила, что Москва не имеет отношения к конфликту. По словам Герасченко, Украина продолжит апеллировать и к России, и ко всему миру, поскольку ни одна из стран не имеет права отказываться от своих граждан. Представители России сегодня на гуманитарной подгруппе сказали, что Россия, как всегда, нас там нет, мы не участники, мы там просто рядом стояли. Я говорю, что ваши следователи там делают. И вот следователи, их там есть, ФСБ есть, войсковы есть, но их там нет. И они сегодня отмывались официально от своих граждан. Они сказали, что нас, эти люди, которые говорят, что это граждане России, они нас не интересуют. Первые подозреваемые в громком отравлении Скотт Лонд-Ярд назвал фамилии причастных к попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Кто привез новичок в Великобританию и что грозит подозреваемому, знаем от Ирины Ивановой. Это был действительно российский след. Полиция Лондона опубликовала фотографии подозреваемых в исполнении громкого преступления. Это граждане Российской Федерации Александр Петров и Руслан Баширов. У Скотт Лонд-Ярда есть достаточные основания для предъявления им обвинений. Имена подозреваемых, скорее всего, вымышленные, подчеркивают в полиции. Но паспорта были настоящие. Эти двое прибыли в Лондон из Москвы 2 марта и остановились в отеле. А четвертого попали в объективы камер наблюдения возле дома Скрипалей в Солсбери. Потом вернулись из Лондона в Москву. В тот же день бывший сотрудник ГРУ и его дочь в критическом состоянии оказались на больничных койках с отравлением неизвестным веществом. В интересах общественности обвинить россиян Александра Петрова и Руслана Баширова в следующем. Заговор с целью убийства Сергея Скрипаля, попытка убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение новичком вопреки закону о химическом оружии и умышленное причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли. На арест россиян был выдан европейский ордер, но запроса об экстрадиции не будет. Российское законодательство запрещает выдавать своих граждан. То, что за покушением Саид России у британской стороны не вызывало сомнений с самого начала. Тереза Мая еще в марте требовала от Москвы объяснений. Отравление Сергея Скрипаля и его дочери вызвало громкий дипломатический скандал. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Десятки стран ее поддержали. Москва приняла зеркальные меры, отправив домой около полутора сотен иностранных дипредставителей. Позже жертвами новичка стали еще двое. В конце июня в больницу попали жители городка Эймсбери, расположенного в 10 километрах от Солсбери. Они подобрали в парке парфюмерный флакон и использовали содержимое. Вскоре женщина скончалась. Мужчина выжил. Организация по запрещению химического оружия заявила, что британка умерла от отравления тем же веществом, которое было применено против скрипалей. В Лондоне заговорили об ужесточении санкций против России. Вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, поскольку США заявили, что уведут ограничения за акцию в Солсбери. И они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле. Москва по-прежнему отрицает свою причастность к преступлению. В российском МИДе заявили, что опубликованные имена и фото подозреваемых ни о чем не говорят. Ведомство вновь обвинило Великобританию в манипуляции. Ирина Иванова, Валентин Берич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Россия уже не сможет скрыть свои преступления. Об этом сегодня заявил Петр Порошенко. Президент напомнил о кремлевском следе в деле о сбитом МН-17, отравлении семьи Скрипалей и украинских политзаключенных. Глава государства призвал международных партнеров не вести политику заигрывания с Москвой. И только усиление акций, по его словам, поможет остановить российскую агрессию на Донбассе. И сегодня, как сообщил президент на своей странице в Фейсбуке, послы стран-членов ЕС решили продлить индивидуальные антироссийские санкции из-за агрессии против Украины. Я напомню, в черный список попали более 150 россиян, а также 50 компаний. Им ограничили доступ к европейским рынкам. Лицам из санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС. Их счета в европейских банках заморожены. Ограничения вступили в действие в 2014 году, и с тех пор их постоянно продлевают на полгода. Решение послов еще должен утвердить Совет ЕС. В Брюсселе стартовала предвыборная гонка. О намерении побороться за пост президента Еврокомиссии уже заявил глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте немец Манфред Вебер. Он может стать первым немецким политиком, который возглавит этот влиятельный орган за последние полвека. Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Манфред Вебер идет в президенты Европейской комиссии. О своих амбициях немецкий политик официально заявил только сейчас, но фаворитом на этот пост его называют уже несколько месяцев. С тех самых пор, как действующий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что не собирается переизбираться на второй срок и освобождает кресло. О желании побороться за пост главы Еврокомиссии Вебер заявил через социальные сети и для этого готов возглавить список Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Впрочем, одного желания здесь мало. Сначала кандидатуру Вебера на съезде должна утвердить партия, а потом консерваторы под его руководством победить на выборах и получить большинство мест. Ну и в конце концов одобрить Вебера должны все лидеры Евросоюза, которые выдвинут кандидатуру нового главы Еврокомиссии на голосование уже новоизбранного Европейского парламента. Нового главу Еврокомиссии в Брюсселе будут избирать в мае следующего года. И хотя до этого времени может произойти все, что угодно, именно у Вебера, считают эксперты, самые большие шансы на победу. Хотя бы потому, что его кандидатуру поддерживает и лоббирует канцлер Германии Ангела Меркель. Свою предвыборную программу Вебер уже озвучил. Он хочет сделать Европу более единой, а европейские структуры понятными для людей. Мы не можем допустить, чтобы в Европейском Союзе было так много расколов. Нет Европы Востока и Запада, нет Европы богатых и бедных, нет Европы больших или маленьких стран. Есть один Европейский Союз. А еще Вебер известен как последовательный критик политики Кремля. Он не раз обвинял Россию в агрессии против Украины и осуждал строительство газопровода «Северный поток-2». Этот проект, по мнению Вебера, противоречит внешней политике Евросоюза и угрожает его энергетической безопасности. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». С критикой в адрес Европейской комиссии выступил венгерский министр иностранных дел. Во время экономического форума в Польше Петер Сиярта заявил, что структура работает плохо и пытается оправдать рост количества терактов. Его аргументы выслушала Елена Абрамович. Сами виноваты. Приблизительно так оценил ситуацию с наплывом беженцев и терактами в Евросоюзе министр иностранных дел в Венгрии. Петер Сиярта считает, что реакция Брюсселя на рост количества терактов как на нормальное явление для митрополии – это плохая работа. И что теракты – следствие миграции. Некоторые европейские страны, к сожалению, застряли в политкорректности. И теперь мы наблюдаем последствия. За последние три года произошло 29 крупных терактов, в результате которых погибли более 330 человек. Еще 1300 пострадали. И это очевидный результат миграционного кризиса. Представьте, полтора миллиона людей приехали на территорию ЕС без какого-либо контроля. Миграция не является основным правом человека, считает Сиярта, поэтому в Венгрии не собирается принимать беженцев по квотам Брюсселя. С ней солидарны и другие страны Вышеградской четверки – Польша, Чехия и Словакия. Система квот воспринимается людьми, желающими попасть в Европу, как приглашение. Они думают, да, я поеду в ЕС, и меня там распределят. Это помогает также строить бизнес-модели контрабандистам. Согласно с венграми и правительство Италии, которое в последнее время перестало принимать суда с беженцами в своих портах. Такая разница во взглядах на ключевые проблемы, с которыми столкнулся Евросоюз, может развалить блок, считает еврокомиссар Гюнтер Эттингер. На мой взгляд, проекту грозит смертельная опасность. Кое-кто в Европе хочет ее ослабить или даже уничтожить. Польша, Венгрия, Румыния, правительство Италии. Еврокомиссар считает, что Брюссель должен урезать выплаты для Рима. Штрафовать страны, которые противятся политике ЕС, предлагали и в Париже. Первой на очереди стоит Венгрия. На следующей неделе в Европарламенте проведут дебаты, будут обсуждать возможные санкции в отношении Будапешта. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. И очередная история о подростковой жестокости. В Каменском, это Днепропетровская область, группа школьников избила 17-летнего парня. Это произошло днем. Свидетели были, но предпочли пройти мимо. Сверевствующих подростков никто не остановил и даже полицию на место не вызвал. Подробности узнаем от Елены Миндалюк. Окровавленное лицо и руки. В таком виде Артем вернулся домой 3 сентября. После училища его позвала к себе компания парней. Все происходило в одном из дворов. Они меня обвиняли, что я не защитил как раз вот этого друга, за которого они вступились. Который тут же сидел и это все наблюдал. Как меня били. За то, что я бил одну девочку и вторую девочку. Вообще-то нет. Одна просто на моих глазах. Кидал все время под машину и резал вены. Я ее просто тупо останавливал. Держал за руки крепко. Двое парней избивали, еще около десяти. Просто наблюдали за происходящим, говорит Артем. Все это продолжалось около десяти минут. После чего парня отпустили. Первый сначала ударил в кадык, а потом другой начал бить по лицу. Пару раз ударили в челюсть. Нос, благо не разбитый. Кровь текла около семи часов. Ну, вот эта вот шняга и фингал. Увидев Артема в крови, его мама тут же позвонила в полицию. Несмотря на то, что сын уговаривал ее не писать заявление. Уже на следующий день женщине стали поступать угрозы. Мария уверена, ее сына избили парни из банды, которые держат в страхе весь город Каменское. Мальчики, дети во дворе, причем достаточно младшие, через них передавали такую информацию. Надо забрать заявление, потому что это страшные люди, у них связи в полиции, и вам будет плохо. Артем рассказывает, обидчики, его сверстники, парням по 13-16 лет, жители двора, где избили подростка, говорят, саму драку не видели. Но компания молодых парней здесь дебоширала уже несколько дней. И выпивали и спиртное, и курили, и что хочешь. Молодежь буянит. И вместе с каждой, они окна поразбивают, и двери повыбивают. В полиции уже открыли уголовное производство. Статья умышленной нанесения легких телесных повреждений полиция разыскивают как свидетелей, так и участников избиения. Участники конфликта, но еще не совсем все, их сейчас полиция установила 5. Это подростки, веком 13-15 лет. Дети, которых установила полиция, они заперечат свою участь в бийке. Они сообщают, что они были участниками данного конфликта. Впрочем, даже если удастся установить личность обидчиков Артема, они могут избежать ответственности, ведь многие несовершеннолетние. Отвечать за рукоприкладство придется их родителям. С ними проведут профилактические беседы в полицейском участке или оштрафуют. Елена Мадрюк, Иван Беленко. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. Гранату в коробке нашел житель Харькова в подъезде своего дома. Пенсионер вышел из квартиры и наткнулся на посылку. В ней находился корпус гранаты F1 и запал. Все отдельно. По словам экспертов, боеприпас боевой, но в таком разобранном виде взорваться не мог. Кто оставил коробку и зачем, сейчас выясняют следователи. Уголовное производство открыли по статье хулиганства. 5 лет газовых атак. В Краснополе и Днепропетровской области люди страдают от ядовитого дыма. Буквально в 500 метрах от их домов летом ежедневно горит стихийная свалка. Обращения в полицию ничего не дают. Экологи тоже приезжать не хотят. Почему? Разбирались мои коллеги. Я спал в маске, в медицинской, чтобы не так этот дым. Я просыпался, у меня в доме стоит дым. В Краснополе нечем дышать ни днем, ни ночью, жалуются местные жители. Говорят, во всем виновата стихийная свалка. До нее всего несколько сотен метров. И каждое лето мусор горит. Это полная газовая атака. И именно палец отхода химического свойства. То есть вонь, именно химическая вонь идет. Пластик, я не знаю, пакеты. С роду не лежала с бронхами. И не знала, что это такое. В 16-м лежала, в 17-м не лежала. А в этот год уже дважды лежала. Ни форточку не открыть, ни на улицу выйти. Стоит сизе, не видно домов. Свалка образовалась за забором бывшего мусоросжигательного завода. Он не работает с 2012 года. Впрочем, несколько лет назад в поселке открылся цех по переработке вторсырья. Жители не исключают, что отходы могут сбрасывать его сотрудники. Сам цех работает подпольно, без разрешений. За забор к производственным мощностям съемочную группу подробностей не пускают. Охранники немногословны. Местные уже буквально засыпали полицию жалобами. Но пока безрезультатно. Обращались и к местным чиновникам. Нами были подготовлены материалы и направлены в государственную экологическую инспекцию. Ответов мы не получили. На прошлой неделе была повторная проверка данного объекта. Мы выехали, зафиксировали факт наличия свалки и ее разгорания. Чей мусор? Ответ от экоинспекции не получили и мы. Нам посоветовали записаться на прием к руководству. Неодноразовое звернение до вашей инспекции есть как от местной влады, так и от местных жителей. Мы уже тут на месте. Чи могут прокомментировать эту ситуацию? Чи вы знаете вообще о состоянии, которые там происходят? Я вам передала эту информацию, но я кому не надала. Разумеете? Будь ласка, в 8-м записи. Люди же снова собирают подписи под очередной жалобой. В этот раз пойдут уже в прокуратуру. Лина Зеленская, Елена Миндалюк, Иван Беленко. Подробности телеканал Интер. Днепр. Прорыв на границе. На пункте пропуска Краковец немец попытался прорваться из Польши в Украину. Это произошло утром. Машина со швейцарскими номерами на скорости влетела на КПП с польской стороны, снесла шлагбаум и помчалась дальше на территорию Украины. Польские пограничники пытались остановить водителей, даже сделали несколько выстрелов вдогонку, но напрасно. Автомобиль доехал до украинской части пункта пропуска, снеся по дороге еще один шлагбаум. И уже нашим пограничникам удалось остановить эту машину. Зачем он прорывался в Украину, мужчина объяснить не смог. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители смогли использовать прилады промышленной остановки, поднять выездные шлагбаумы и закрыть ворота. Пробивши колеса, автовка вытекала несколько минут, то остановилась. Невдовсе, гражданин было затримано, водитель было затримано, группа революция прикордонников. Сюжет покруче детектива. В США вот-вот появится на прилавках новая книга о Дональде Трампе. В ней разоблачение, часть которых уже попала в прессу. Кого президент приказывал ликвидировать? Кто воровал документы с его стола, узнал из первых публикаций Дмитрий Анопченко. Уже 11 сентября на прилавках американских книжных магазинов и в интернете в продаже появится книга, названная «Страх». Ее автор Боб Вудвард, пожалуй, один из лучших американских политических журналистов. Человек с огромным опытом, который еще в Удергейский скандал освещал. Сейчас он провел сотни часов в неформальных разговорах с бывшими и нынешними сотрудниками президентской администрации. И на условиях анонимности получил информацию, которая вызывает неприкрытое раздражение у команды Трампа. Первые главы уже попали в прессу. И одна из историй о сирийском конфликте Боб Вудвард пишет. После того, как стало известно о химической атаке в провинции Идлиб, и первые кадры появились в новостях, Дональд Трамп в бешенстве позвонил главе Пентагона, раскричавшись, мол, хочет покончить с Ассадом. «Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать! Давайте, черт побери, убьем их всех!» Приводит цитату из книги «Вашингтон пост». По данным журналиста, генерал Мэттис указания главы государства проигнорировал, сказал Трампу, мол, позаботиться об этом, но помощникам заявил, делать ничего не надо, будем действовать более взвешенно. Еще одна сенсационная история из книги Вудварда о саботаже, который Дональду Трампу якобы устраивали его же приближенные. Один из помощников президента признался журналисту. Тайком воровал со стола главы государства документы, которые Трампу приносили на подпись, если предлагаемые решения уж совсем выходили за рамки здравого смысла. И таких историй в книге множество. Ее автор подспудно подталкивает читателей к мысли, что американский президент эмоционально нестабилен, непредсказуем, а значит, Дональда Трампа Конгресс должен взять под жесткий контроль. Учитывая, что журналист не скрывает своих политических взглядов, сочувствует он демократам, понятно, кому на руку эта публикация. За несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс, а не уже этой осенью. Администрация Трампа и он сам уже опубликованные истории поспешили опровергнуть и с волнением ждут 11 сентября, когда американцы смогут прочесть не главы из скандальной книги, а все ее целиком. Из Вашингтона Дмитрий Анутченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Как зашнуровать кроссовки, не наклоняясь к ним? Сколько этажей будет в самом высоком в мире деревянном доме? Как превратить балетную пачку в произведение искусства? Обо всем этом прямо сейчас. По меньшей мере 11 жизней унес в Японии тайфун Джеби, самый мощный за последние 25 лет. Еще 340 человек травмированы. Количество жертв и пострадавших с каждым часом растет. Обесточены более миллиона домов на западе страны. Ураган нарушил авиа и железнодорожное сообщение. В международном аэропорту Кансай в провинции Осака отменили более 160 рейсов. Из-за непогоды 3000 туристов пришлось переночевать в терминалах. Не успели японцы оправиться, а Джеби, как вблизи города Фокусима, произошло землетрясение магнитудой 5 и 6 баллов. На американский штат Алабама обрушился мощный шторм города. В некоторых местах скорость ветра достигала 116 километров в час. Сильный дождь привел к подтоплению улиц, оборванной линией электропередач. Без света осталось почти 2000 жилых домов. Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. Закрыты несколько десятков учебных заведений. В Рио-де-Жанейро с помощью дрона засняли остатки сгоревшего национального исторического музея. Огонь уничтожил более 5000 экспонатов. Музей обладал крупнейшей в Северной и Южной Америке коллекцией древних насекомых, археологических артефактов и других уникальных экспонатов. Сейчас на руинах музея работают ученые, которые пытаются отыскать что-то, что могло уцелеть. Власти Бразилии оценили произошедшее как потерю мирового масштаба. Больше не придется лишний раз наклоняться, чтобы обуть кроссовки. Инженеры из Калифорнийского университета создали машину, которая завязывает шнурки. Небольшой робот, используя солнечную энергию, делает несколько видов узлов. Пока разработка находится в стадии тестирования. В будущем ученые надеются оснастить робота еще несколькими функциями, такими как чистка и лакировка обуви. Самый высокий в мире дом из дерева построили в Норвегии на берегу озера Мьоса. 18-этажное здание высотой 85 метров возвели из клееного бруса. Всего для создания объекта понадобилось 12 тысяч деревьев. Застройщик уверяет, брус огнеупорный, а климат внутри всегда стабилен. В доме есть частные квартиры, гостиница, ресторан и офисы. Открыть его планируют уже в марте 2019-го. В Израиле с помощью мертвого моря создают кристальные скульптуры. Местный художник для своего будущего проекта опустил на дно самого соленого моря в мире балетную пачку. А через несколько месяцев достал платье, которое полностью покрылось солью. Сейчас экспонат весит почти 240 килограммов. Будущий проект уже скоро отправится на выставку в Австрию. Кроме платья в музее можно будет увидеть также кристальные музыкальные инструменты. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра.